В Ярославле будут судить мужчину, зарезавшего сотрудницу школы прямо в стенах учебного учреждения. Выяснилось, что Рыбинец причастен не только к этому убийству. Сотрудники транспортной полиции задержали ярославца-наркофермера. На дачу в подсобке он выращивал марихуану. Изъято почти 3 кило наркотиков. Губернаторский контроль проверил объекты по гарантии. Комиссия мэрии – ремонтируемые объекты. Какие замечания выявили и когда работа над ошибками? 30 лет в эфире выставка раритетов городского телеканала открылась сегодня в Ярославле. Она посвящена юбилею нашей телекомпании. Грациозные прыжки через барьеры, всадники и лошадь – единое целое. В Ярославле прошли соревнования по конкуру – региональный этап всероссийского турнира. В студии Наталья Пиунова. Здравствуйте. Вы смотрите новости на городском телеканале. В Ярославле будут судить мужчину, зарезавшего сотрудницу школы. Дело об убийстве направлено в суд. Городской телеканал рассказывал об этой трагедии. Она разыгралась прямо в стенах учебного учреждения. В ноябре 38-летний мужчина пришел в школу, пил с бывшей сожительницей и ее коллегой чай, но в какой-то момент случилась ссора. Мужчина кухонным ножом, которым только что разрезал торт, пырнул экс-сожительницу. Женщина скончалась на месте. Свидетельницу конфликта ранил. Она попала в больницу. Мужчина обвиняется сразу по четырем статьям Уголовного кодекса. Как выяснилось следствие, Рыбинец причастен не только к этому преступлению. Несколькими днями ранее, во время совместного распития спиртного, он убил соседа по лестничной клетке. После чего забрал его банковскую карту и совершил с ее использованием ряд покупок в торговых точках города Рыбинска на сумму более 7 тысяч рублей. В Ярославле один мужчина угрожал другому гранатой. ЧП произошло сегодня на заправке в Дзержинском районе. Очевидцы сообщили в полицию. Как пояснили городскому телеканалу, в региональном УВД произошел конфликт между знакомыми. Один достал муляж гранаты и начал угрожать второму. По сообщениям очевидцев, дикая сцена происходила на глазах у детей, которые находились у потерпевшего в машине. 43-летнего дебошира задержали. Проводится проверка. Подпольный наркофермер задержан в Ярославле. 36-летнего мужчину транспортные полицейские взяли в машине, припаркованной на территории одного из предприятий. В автомобиле были обнаружены 54 свертка с веществом растительного происхождения. Также в гараже были найдены еще 9 пакетов с запрещенным веществом. А за городом в подсобном помещении мужчина устроил наркоплантацию, где выращивал марихуану. Оборудовал освещение, поддерживал нужный температурный режим. В целом вес изъятого гашиша, конопли и марихуаны потянул почти на 3 килограмма. Возбуждено уголовное дело. Мужчина под подпиской о невыезде. В Ярославле на машину рухнуло дерево. ЧП произошло во дворе на улице 8 марта в Красно-Перекопском районе. Видео сегодня появилось в сети. Зеленое, не старое растение при отсутствии сильного ветра почему-то упало. Повреждена стоящая рядом легковушка. В комментариях люди пишут о том, что это карма за газон. Машина припаркована в неположенном месте. Во дворе на машиностроителей с прошлого года не убран строительный мусор. Территория была отремонтирована в 22-м по губернаторской программе «Наши дворы». Это одно из замечаний, которое сегодня вывела комиссия губернаторского контроля. Ее члены сегодня работали в Заволжском районе Ярославля и проверяли объекты по гарантии. Где еще побывали и какие выводы сделали, расскажет Алексей Машков. Он присоединился к инспекции. Территория вокруг второй благоустраивалась в прошлом году по программе ремонта подъездов к социальным учреждениям. Первый подрядчик оказался ненадежным и не справился с поставленными задачами. Новая организация в этом году готова выходить на объект, но сейчас проходит корректировка проекта по дополнительным видам работ. Есть определенные замечания по ливневой системе и асфальту. «Потребовалось дополнительное мероприятие по изменению геометрии подъезда самого для того, чтобы отвезти воду. Ну и, конечно же, после добавления щебеночного основания потребовалось дополнительно и выравнивающий слой вносить уже изменения, потому что выравнивающие слои изначально не были предусмотрены на этом объекте». Второй точкой маршрута на пути губернаторского контроля стал большой двор на проспекте машиностроителей. «Здесь шесть многоэтажек». «Площадка очень хорошая. Нас все устраивает. И песочницы, и качели. Все в очень хорошем качестве. Поэтому мы очень довольны и рады». Жители довольны, но специалисты сообщают, что по гарантийным обязательствам подрядчик уже переделал резиновое покрытие спортивно-игрового комплекса. Предыдущее рассыпалось. К тому же с прошлой проверки ряд замечаний не был устранен. Взыскивать издержки будут через суд. «В этом дворе, например, появилась зона для отдыха пожилых жителей, где стоят скамейки, где они могут спокойно посидеть. Появилась, как вы видите, игровая зона для детей. Появились турники, для которых по вечерам занимаются спортом жители, причем самого разного возраста, от детей до пенсионеров. Так что, в принципе, конечно, здесь есть чем еще заняться, что нужно доделать. Но, по большому счету, уже шаг такой серьезный вперед сделан». «В этом дворе живут люди, которые очень активные и которые стучатся во все двери, приходят в администрацию, в департамент городского хозяйства, в мэрию города Растралия. И в том числе в губернаторский контроль, как такой рычаг, который помогает жителям продвинуть свои идеи, добиться их реализации». На резинотехнике члены губернаторского контроля оценили ход работ по восстановлению кровли ДК «Гамма». Капитального ремонта здесь не было более полувека. Как следствие, дыры в потолке и протечки во время дождей. На исправление ситуации выделено 7 миллионов рублей. На крыше трудятся строители. «Понимаем, что это вторая очередь проекта капитального ремонта. Контролируем, смотрим. И важный момент, что это все-таки кровля. Это важные работы. И нам главное сейчас успеть в хорошие погодные условия». Также в ДК «Гамма» в этом году будет выполнен ремонт входной группы. Появится новая плитка, приведут в порядок колонны. Алексей Машков, Михаил Орлов. Новости города. А во Фронзенском районе Ярославля побывала городская комиссия. Она проверяла текущее благоустройство. Члены комиссии объехали несколько дорог и дворов, которые сейчас приводят в порядок. Игорь Шевченко с подробностями. Под пристальный контроль проверяющих сегодня попали дороги на улицы 1-й и 4-й портовой, а также двор на Балтийской. Синергирующие проекты, наши дворы и безопасные качественные дороги призваны привести в порядок улицы и локации у домов. Местные жители с нетерпением ждут решения проблем. В этом дворе сейчас только подготовка к работам. Планируется полностью заменить асфальт, тротуары оформить плиткой. При планировании работ учитывалось мнение жильцов. Всего в этом сезоне в Красноперекопском и Фрунзенском районах будут отремонтированы 8 дворов. Эта работа останавливаться не будет. Мы будем дальше выделять бюджетные денежные средства для того, чтобы максимально большое количество дворов мы отремонтировали, для того, чтобы жители чувствовали себя комфортно в нашем городе. В ряде дворов у нас завершаются работы энергоснабжающими организациями для того, чтобы обеспечить в дальнейшем надежную эксплуатацию и не создавать проблемы и конфликты скрытия новых покрытий асфальтобетонных. На первой портовой к проверяющим присоединился мэр Артем Молчанов. Сейчас улица ремонтируется по нацпроекту безопасные и качественные дороги. Заменят километр асфальта. При этом дорогу расширят, сделают тротуары, которых раньше не было. Была яма на яме и очень плохо были, в общем-то, нерешенные вопросы с водоотводом. Вот поэтому здесь со строительством торгового комплекса водичка стала поступать ближе к домам, топит. И здесь постоянно были лужи, грязь и так далее. У местных жителей есть пожелание сделать побольше парковок. Их не хватает. Сегодня мэр Артем Молчанов заверил, что вопрос будет обсуждаться. С жителями будем вместе все это обсуждать, смотреть, каким образом дальше развивать, может быть, здесь парковочное пространство, может быть, где-то оборудовать специальные территории для парковки машин. Ну, проблема видна, проблема есть, но сейчас главное сделать проезжую часть. Сейчас подрядчик опережает график, по которому дорога должна быть сдана в конце лета. Обещают выполнить работы раньше срока. Игорь Шевченко, Денис Кауров, Новости города. Пересекли сплошную четверо на трассе «Золотое кольцо». Сотрудники госавтоинспекции с помощью квадрокоптера выявляли нарушителей. Проверено более двух десятков автомобилей к административной ответственности. Привлечено два перевозчика. Рыбинская госавтоинспекция проверила таксистов. Показали виртуозность вождения и повторили правила дорожного движения. Занятия в летнем лагере от туглических сотрудников ГИБДД. Смотрите в программе «Дорожный патруль 76» в воскресенье в 12 часов на городском телеканале. Территорию Вознесенских казарм будут развивать. Об этом заявил мэр Артем Молчанов в программе «Диалоги». Площадка станет одной из востребованных в городе. Место в центре столицы Золотого кольца камерное, тихое и в то же время просторное. Здесь удобно проводить концерты, встречи, спортивные соревнования, выставки. Одно из последних событий – фестиваль семейного отдыха «Бодрый жираф». И посетители, и организаторы остались довольны. В планах, по словам градоначальника, сделать внутреннее пространство Вознесенских казарм еще притягательнее для гостей и жителей. Сегодня есть концепция развития казарм, развития как такого пространства для отдыха, для современного отдыха внутри города, но в то же время комфортного, удобного отдыха. Эта концепция уже утверждена, нами согласована, и она в ближайшее время будет реализовываться. Лучшим выпускникам технического университета сегодня вручили дипломы и знаки отличия ВУЗа. Такими награждены более сотни студентов за достижения в науке, победы во всероссийских олимпиадах, участие в конференциях и конкурсах, выпускных квалификационных работ. Также самые активные проявили себя в культурно-массовой деятельности и спорте. Я закончил магистратуру, суммарно уже 6 лет, как я обучаюсь в университете. Я закончил с красным дипломом. В планах у меня сейчас, после получения диплома, поступление в аспирантуру и продолжить работу в университете, в том числе и начать преподавать. Я являюсь председателем профбюро Института инженерии машиностроения. Очень много занималась профсоюзной жизнью, выясняла какие-то проблемы студентов, была всегда на страже их прав, всегда была очень активной, организовывала мероприятия. В этом году почти тысяча новоиспеченных специалистов выходит из стен технического вуза порядка полусотни с красными дипломами. Важно ребятам отметить то, как они принимали участие в жизни университета и что они сделали для университета. Все наши теперь уже состоявшиеся инженеры и технологи очень активные и продуктивные люди. Сегодня есть высокая востребованность в специалистах, инженерах именно технических направлений, технических специальностей, высоко квалифицированных. И как раз технический наш университет дает такие возможности вместе с университетом, вместе с городом, вместе с нашими предприятиями. У нас с вами большое, хорошее будущее. Ярославцы отправили подарки ребятам, которые соберутся на духовно-патриотический фестиваль «Дети России. Посланники мира». Он пройдет в Карачаево-Черкесии на горном курорте Донбай. Председатель Оргкомитета, прото-иерея Петр Гриценко, а участники – «Дети Донбасса». Фестиваль посвящен столетию российского альпинизма. Запланированы спортивные соревнования, прогулки по красивейшим маршрутам, встречи с покорителями вершин. А отвезет подарки от ярославцев помощник отца Петра Сергей Фотин. Какие гостиницы отправляют, узнала Марина Смарагдова. Медовые краски, наборы для творчества, тесто для лепки с формочками, пластилин. Более ста комплектов отправятся в Карачаево-Черкесию. Ярославцы уже посылали подарки на Донбасс. Под новый 2023 год в города-республики доставили 5000 наборов. Инициаторами выступили городской телеканал и Сергей Фотин. Мы заботимся не только о наших работниках и их семьях, но также помогаем детям, которые нуждаются в нашей поддержке. Сегодня, благодаря Сергею Васильевичу, мы узнали, что на Донбассе проводится интересный фестиваль. Дети России – посланники мира. Мы поддерживаем такие мероприятия. Подготовили 100 комплектов подарков для участников данного фестиваля. Надеемся, что в это непростое время наши материалы помогут детям увидеть этот мир в ярких красках. Сергей Фотин совершает командировки для того, чтобы собирать помощь для бойцов на передовой. Но и не забывает о детях. У нас с 10 по 20 июля настоящий, хочу сказать, военный священник, предприятие Петр Гриценко, организует очередной фестиваль для детей Донбасса. Поскольку это ярославское предприятие, я просил отца Петра, чтобы в следующий фестиваль, там присутствовали детишки из Ярославля. Предприятие не только оказывает гуманитарную помощь Донбасса, но и является партнером Артека. По результатам конкурса творческих работ 25 школьников города отправились в Крым. Разноцветная продукция завода соперничает с цветочным убранством территории. Не раз химическое предприятие становилось лауреатом городских конкурсов. Помощь детям – вклад в яркое будущее. Марина Смарагдова, Василий Мосин, Новости города. Лидеры нового времени форум под таким названием прошел сегодня в Ярославле. Участники-активисты, общественники-депутаты – цель обсудить эффективные практики в сфере общественного самоуправления, обучить глав, муниципальных депутатов, сотрудников администраций взаимодействию с ТОСами. В рамках форума велось дистанционное обучение, все участники которого получили сертификаты о прохождении курсов. Организатор – региональное отделение Всероссийского совета местного самоуправления. Мы привлекали экспертов с территории не только нашей области, но и России, потому что практики есть интересные и в сфере благоустройства, в сфере административного законодательства, наведения порядка на тех или иных территориях. В том числе, наверное, это самое главное, те проблемы, которые выявляются, как вокруг них объединить жителей для их решения. Наша взаимосвязь с людьми, она очень важна. А важна именно исходя из тех новых законодательных документов, которые только что в области приняты, благодаря работе наших традиционных советов, которые мы развиваем, и совершенствованию именно работы депутатского корпуса. Юбилею посвящается городской телеканал и Музей истории Ярославля создали выставочный проект «30 лет в эфире». Экспозиция телевизионных раритетов предлагает пройти путь в три десятилетия. Она откроется завтра в зале имени Николая Нужина. Сегодня состоялся пресс-показ. Ярославцы смогут взглянуть на ежедневную работу телестудии по другую сторону экрана, увидеть коллекцию автографов гостей телеканала. В фотозоне можно попробовать ощутить себя на рабочем месте ведущего эфира. Марина Смарагдова с подробностями. Городской телеканал всегда широко отмечал свои юбилеи. Первый год, прямой эфир, целый день. Пятилетия – уже праздник в Вознесенских казармах. Десятилетия гуляли всем городом на Даманском. Ну и Апофеоз – это, конечно же, праздник на Советской площади. В 30 решили сделать долгоиграющий проект, чтобы ярославцы вместе с нами смогли осмыслить время. Ведь телекомпания – ровесник новой России. Идея выставки принадлежит генеральному директору городского Сергею Гончарову. Те образцы техники, которые нами сохранены, они здесь представлены. Здесь можно видеть эволюцию телеканала. Техника за 30 лет – это очень важно. Люди могут посмотреть. А самое главное отличие этой выставки – здесь можно все еще и кнопочки нажимать, и потрогать, и движки подвигать. То есть это замечательно. Выставочный аналог телевизионной студии. Каждый ярославец может почувствовать себя ненадолго ведущим программы новостей. Образцы кассет. За 30 лет техника шла семимильными шагами. Для посетителей сотрудники музея проводят экскурсии, рассказывая не только о камерах, но и истории телеканала. Для нас это еще прежде всего настоящие друзья. Не постесняюсь этого сказать. Это партнеры надежные, это помощники, это люди, которые очень профессиональные, это талантливая, креативная команда, надежная, комфортная и очень для нас, знаете, важная, честно, важная. Городской телеканал в лицах. Фотографии разных лет удачно дополнили экспозицию. Фотографировались нечасто, зато теперь каждый снимок на вес золота. Команда молодости ГТМ. Очень многих я знаю лично, с очень многими в эфирах был. И это всегда было вот напряженно, но уверенно, потому что такие сотрудники, так, еще не вижу, вот, они просто внушают уверенность. Я очень рад, что телеканал выбрал именно музей истории города. Телекомпания давно сама вошла в историю и стала неотъемлемой частью культурного пространства города. В залах повсюду телеэкраны и проекторы. На них концентрация того, о чем рассказывали корреспонденты в сюжетах, куда ездили за многие годы, и анонс программ, которые сегодня составляют наш контент. Всей семьей с удовольствием смотрим городской телеканал. Особенно сейчас нравится программа «Местное интересное», где ваши юные журналисты снимают замечательные сюжеты. Поэтому желаем городскому телеканалу дальнейшего процветания, самых интересных сюжетов и, конечно, ждем самых добрых новостей. На выставке уже поселился зритель. Ему имя придумали Гоша. Сотрудники музея создали много креативных решений для размещения экспонатов, многие из которых уже живая история. А в конце рабочей недели с ярославцами будут встречаться известные телеведущие и журналисты. Общение так и называется – «Телепятница». Марина Смарагдова, Денис Кауров, Новости города. Ярославцы предпочитают пляжный отдых. Это следует из нового исследования крупного информационного портала. Нежиться на песке у моря хотели бы более половины опрошенных. Дачные радости выбирают 44%. Отпуск с пользой для ума, музея, экскурсии отдают предпочтение такому более 40%. Выбор активных видов отдыха снизился на 5%. Теперь половить рыбу, поохотиться или отдохнуть с ветерком хотят лишь 27% респондентов. И только каждый четвертый мечтает о санаториях и пансионатах. Один вид отпуска стал неактуален, количество интересов у россиян возросло. Пришло время спортивной части выпуска. В столице Золотого кольца прошел Кубок Ярославской комно-спортивной школы. Этап Кубка Максима Парк 2023 на территории подрома учебного заведения спортивные пары преодолевали барьеры высотой до 120 сантиметров. Всего собралось 50 всадников из Ярославской области. Также были приглашены гости из Костромы. Скакунов оказалось больше, кто-то меня лошадей. Мой коллега Игорь Шевченко с подробностями. Прыжки через препятствия на лошади или конкур. Этот вид спорта завоевавший сердца людей по всему миру. Ярославль, конечно же, не исключение. Все спортсмены и их скакуны максимально напряжены и ждут только взмаха стартового флажка. Для спортсмена соревнования любого уровня начинаются с правильной разминки. В случае с конным спортом разминаться нужно в паре со своим компаньоном. Перед забегом каждый наездник раз за разом повторяет базовые прыжки, постепенно наращивая высоту, скорость и технику маневра. Когда жерди вот так вот стоят крестиком, это самые начальные такие препятствия, но их нужно готовиться прыгать нормально, то есть уже с крестиков начинаю прыгать хорошо, учитывать все ошибки, потому что дальше будут препятствия подниматься и нужно все вот эти вот нюансы, которые учитывались с крестиками, нужно их дальше вот на большие препятствия. Общение со скакуном – также неотъемлемая часть подготовки. Как отмечают сами всадники, в этом виде спорта от уровня взаимоотношения животного и человека напрямую зависит успех прохождения трассы и количество набранных очков. У каждой лошади свой уникальный характер и сильные стороны. Просто вытрессировать себе машину для прыжков не получится. Эта лошадь ничего не боится, то есть она спокойная, уверенная. Проблема была, наверное, в том, что она на самом деле довольно медленно, вот, и пришлось приложить усилия, чтобы она шла активнее. Так что так достаточно легко далась. Все, я считаю, мы пришли правильно. На мой взгляд, это один из самых сложных видов спорта, потому что ты взаимодействуешь с собой, с животным, который тебя словами не понимает, и должен ему доходчиво объяснить какими-то другими вариантами, что ты хочешь и как нужно действовать в той или иной ситуации. Вся трасса включает в себя 10 препятствий разной высоты. Этот маршрут подходит как для опытных всадников, так и для начинающих наездников. Он сочетает в себе набор линий и дистанции для того, чтобы проверить и в то же время раскрыть потенциал каждого спортсмена и его скакуна. Грунт тоже необычный. Специальная резиновая крошка связывает песок и делает его плотность, подходящей для прыжков. Маршрут весь плотно завязан в связках между препятствиями, нет много езды, определенное количество темпов. Нужно грамотно вести лошадь по маршруту, уложиться в норму времени, не иметь штрафных очков, не иметь повалов, не иметь закидок. Первый маршрут с барьерами поменьше, до метра высотой. Второй посерьезней. Препятствия достигали 120 сантиметров. В таких соревнованиях необходимы подготовительные этапы. То есть, если тренер говорит о том, что спортивная пара готова, то он заявляет на несколько маршрутов обычно эту спортивную пару в зависимости от уровня подготовки. Если не очень опытная спортивная пара, то обычно маршрут более низкой высоты и следующий за ним маршрут более высокой высоты. Победителей и призеров по окончании соревнований наградили, в том числе и четвероногих. Лучшие смогут выступить в Москве на всероссийском турнире. Игорь Шевченко, Денис Кауров. Новости города. В середине июня в Ярославской области отметили юбилей знаменитого полета в космос Валентины Терешковой. Сама же история творилась в далеком 63-м. Два дня, 22 часа 50 минут. Герою Советского Союза принадлежит достижение, которое невозможно ни повторить, ни превзойти. Терешкова остается не только первой, единственной, совершившей одиночный полет. Сегодня, вспоминая этот человеческий подвиг, мы завершаем специальную рубрику «Позывной Чайка». Мне и о Терешковой, и не только. В 2018-м в селе Никульской Тутаевского района, где расположен музей «Космос», посвященный судьбе первой в мире женщины-космонавта Валентине Терешковой, осветили новый православный храм во имя святителя Николая Чудотворца, построенный благодаря усилиям нашей знаменитой «Чайки». Обряд провел уроженец Ярославля, митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий. Для людей, профессия которых связана с огромным риском для жизни, вера занимает далеко не последнее место. Первые советские космонавты вспоминали, даже когда религия была под запретом, они брали в полет крестик или иконку. Так получилось, что Романова-Борисоглебская земля, давшая миру двух покорителям безжвездного пространства, Валентину Терешкову и Валерия Токарева, стала еще и своеобразным духовным центром для героев космоса. В правобережную часть Тутаева, где когда-то располагалась Борисоглебская слобода, украшает величественный Воскресенский собор, а в нем трехметровая икона XV века «Спас всемилостивый». Сюда вот уже без малого два десятилетия приезжают космонавты целыми семьями. Традицию зародил известный в Ярославской области ученый-энтузиаст Виктор Плакиде. Космический романтик называли его друзья. Довольно продолжительное время он был заместителем руководителя Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Тогда-то Плакиде и познакомил коллег со святынями древнего Романова Бориса Глебска-Тутаева. В разное время Воскресенский собор посещали Владимир Джанебеков, Юрий Маленченко, Валентина Терешкова, первый казахский космонавт Талгат Мусабаев и другие. Здесь они венчались с боевыми подругами, крестили детей и по мере сил помогали приходу. Благодаря усилиям Виктора Плакиды и руководству Центра подготовки космонавтов Копия иконы Спасителя полгода находилась на борту Международной космической станции «Союз». А после успешного возвращения экипажа на Землю космонавт Антон Шкаплеров передал образ в Тутаевский Воскресенский храм. О погоде теперь. В Хабаровском крае введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. А Ростов-на-Дону вновь затопило. В Пскове сильные дожди. В столице накануне была самая мощная гроза с начала года. Выпала половина месячной нормы осадков. Правда, завтра в Москве дожди ослабеют и будет плюс 24. На что рассчитывать ярославцам в субботу Юлия Василенко расскажет. Здравствуйте. В студии Юлия Василенко с прогнозом погоды на субботу. Облачность продержится весь день. Сильный дождь будет идти ночью и утром. Днем осадки ослабеют и к вечеру закончатся. Подробности через несколько секунд. Для вас, очкарики, лазерная коррекция зрения за один день. Идеал. Телефон 72-12-18. В субботу ночью в Ярославле облачно дождь. Температура 13 градусов. Ветер северо-западный метр в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. В субботу днем в Ярославле облачно дождь. Температура 23 градуса. Ветер западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. На этом все. С вами была Юлия Василенко. До встречи в следующем выпуске прогноза погоды на городском телеканале. Через мгновение в эфире фильм «Афера века». Криминальная комедия об ограблении банка по мотивам реальных событий. Приятного просмотра. Наши новости доступны на сайте gtk.tv, в телеграм-канале, официальном паблике во ВКонтакте и на видеоплатформе YouTube. Сообщайте новости в редакцию по телефону 72 11 70 72 11 80. В студии работала Наталья Пиунова. До встречи в эфире.